Шалом, дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня». Сегодня ее проведу я, меня зовут Свизильбер, я редактор и ведущий радиостанции РЭКа. Первая тема касается того, что происходит сейчас у нас в стране в связи с последней волной террора. Общество разделилось на три части. Первая часть говорит, что это третья интифада. Вторая часть, в которую входят наше политическое руководство и командование ЦАЛа, говорят, что это не интифада, а просто беспорядки. И третья часть говорят, что никакой разницы нет, что это такое. Главное сейчас возобновить мирный процесс с палестинцами. Мой собеседник у нас в студии, Давид Шехтер, писатель, публицист, человек с богатым политическим опытом в прошлом. Давид, вот ваша точка зрения на суть вопроса. Это третья интифада или это просто беспорядок? Ну, знаете, чтобы понять, что происходит, нужно постараться проанализировать и выяснить, почему это происходит, кто за этим стоит и зачем все это нужно. Наши следствия массовой информации очень много печатали цитат, высказывания и премьер-министра, и министра обороны, и главы Шабака о том, что стоит за всем этим обумазан. Тогда возникает вопрос, почему именно сейчас, почему обумазан? Что он с этого будет иметь? Ведь не случайно я хочу обратить внимание, что подавляющее большинство тех, кто участвует в этих терактах, это мальчики, это мальчики 15-17 лет. Ведь они, когда уже родились, была автономия, уже не было оккупации Израиля. Они верят из израильских солдат только вот за границей, когда они выходят как бы на улицы и с ними стал сталкиваться. Никто в их жизни не лечит. Автономия – это де-факто государство, которое имеет свою валюту, флаг, герб, гимн, армию. Валюты у них своей нет, они пользуются. Динары, ну, они пользуются либо динарами, либо шекелем, либо в большей степени шекелем они пользуются. Ну, то, что они пользуются, это их выбор. Они захотели бы, так было бы нечто ибинное. Сейчас у них уже флаг есть на входе в ООН. Тоже нет, он там повисел несколько часов. Все равно, все равно мелочь, а приятно. Армия своя есть, то есть они живут практически сами, автономно. Эти мальчики, откуда у них такая ненависть к евреям, к Израилю? Поскольку в них ее воспитывают. Воспитывают буквально с молодых ногтей, с ясель, учат их ненавидеть евреев, ненавидеть Израиль, что самое важное в жизни – это убить еврея. Ах, ты еще и сам поднимешь, стоишь шахидом, так это еще лучше, ты вообще вознесешься на небо. Ну, это фон, это фон, это постоянно как бы происходит. Почему сейчас, почему такой всплеск? Потому что Аббумазин, как говорят наши специалисты, он это инициирует, он стоит за этим всплеском. Для чего? Аббумазин очень четко увидел, что интерес к палестинской теме снижается, резко снижается. Если раньше это было первое место по вниманию СМИ, сейчас это даже не десятые. Сейчас на поиске дня стоят, в первую очередь, это события в Сирии, это беженцы в Европе, это борьба с ИГИЛ, это конфликт в Украине, это поведение Путина, это слово Собамы, но совсем не палестинский вопрос. А когда интерес к палестинскому вопросу снижается, то снижаются две вещи. Первое, шансы на то, что демологическая атака, которую Аббумазин предпринял в последнее время в ООН, она преуспеет. И второе, самое главное, снижаются поступления в кассу, поскольку мы имеем дело с автономией тунеядцев, паразитов и бездельников. Люди, которые там живут, ничего не производят. В автономии около полутора миллионов человек, из них 300 тысяч работают чиновниками такими или всякими в автономии, то есть получают зарплату. Каждый пятый получает зарплату. Поступления от налога в автономии практически почти нет. Что-то они производят какие-то вещи, я не хочу сказать, что ничего нет. Но это совершенно не соответствует количеству населения в полтора миллиона человек. То есть живут они в основном, за счет того, что добрые дяди из Норвегии, из Швеции, из Америки, из Франции, из Германии дают им эти деньги. Чем больше внимания и интереса к страданиям несчастного палестинского народа, тем больше дают денег. Поэтому цель – это привлечь внимание кровью. И не важно, чей, еврейская ли, арабская ли, не важно. Если будут каждый день показывать, как евреи своих хоронят, как арабы своих хоронят, это привлекает внимание. Это выдвигает палестинскую тему из-за дворков мирового общественного мнения не на сцену первую, но поближе. И дяди легче дают на это деньги, поскольку без денег палестинская автономия не сможет существовать. Эта цель и при этом обумазан, и Хамас в этом правильного обвиняет в ее двойную игру. Он не собирается все разрушить. Все эти его обещания, эти заверения, что я вот сейчас порву новецкий договор, ничего подобного. Последний пример. Шабак вчера ночью арестовал в шьеме пять убийц семьи Хенкина, причем одного в больнице. Это можно было сделать без сотрудничества с палестинскими службами безопасности. Там тысячи солдат вооруженных у обумазанного в шьеме. Мы посадили 20 спецназников. Они что могли бы все это пройти, арестовать по всему городу, войти в больницу и привезти? Конечно нет. Есть за кулисами сотрудничество с палестинскими службами безопасности, которые сдерживают эту индифаду. Индифада обумазанная не нужна. Она вас сметет. Сразу вопрос по ходу дела. Обумазан не осудил последние теракты. Обумазан все-таки, на ваш взгляд, поддерживает террор или борется с террором? Вчера выступил его помощник, советник политической части. И какое-то такое полуосуждение. Завуалировано. Это как бы правила игры. Он знает, что за ним следят, что каждое его слово будет цитировано. Он специально об этом не говорит. Он играет на свою улицу. Как он должен возбуждать свою улицу? Вот такими акциями, когда все верят, что Раис не осуждают, значит можно. Поэтому иридично идет о народном восстании. Они не идут с тысячами и сотнями рубашки на израильские форпосты. Это все очень придуманная игра. И в этой придуманной игре очень важно не потерять голову и не удариться в какую-то крыльяную стилю. Или, скажем, одна крайность. Это вот сейчас мы введем туда все войска, сделаем Маген Штайм. Хамад Маген, защитная стена 2. То есть введем туда... Если мы говорим о Хамад Маген 2, значит это да, интифада? Значит это третья интифада? Я же говорю, что не нужно впадать в кризис. С одной стороны, где те, кто призывают к этому. С другой стороны, лагерь сионизма говорит, давайте сейчас все бросим, все им будем выдавать, туда они успокоятся. Нужно очень четкую, выдержанную политику ввести. Это именно то, что я считаю, что Раис пока делает. То есть нужно остановить конкретных носителей воли обумазанных. Если нынешние шаги по разрешению прерогатива полиции, по разрешению возможности открытия огня, взрыву домов, по аресту, по всяким другим акцентам дадут результаты, то мы будем знать, что было сделано правильно. Если же по чечаянию все это ни к чему не приведет и толпы пойдут на форпост, тогда действительно надо будет понимать, что этот анализ, что я сейчас привел, неверный. Тогда действительно там что-то такое накипело и оно готово взорваться. И тогда надо делать нечто более серьезное. Абумазану исполнился 81 год. Он уже совсем не молодой человек. Абумазан уже многократно говорил, что он уходит, что он завершает свою политическую карьеру. Верить или не верить ему это другой вопрос. Но на сегодняшний день, если Абумазан уйдет, понятно, что следующий, кто придет ему на смену, все равно будет террористом. Потому что не террорист не может управлять палестинцами. У него недостаточно будет авторитетом. Палестинской нацией может управлять бывший террорист. Точно так же, как чеченцами. Я не согласен с форпостой. Палестинской нацией нет палестинской нации. Палестинцами может управлять террорист. Не существует палестинца. И здесь арабы, сбежавшие сюда совсем в Ближний Восток, на ловлю счастья и членов, и лучшей жизни нации палестинской не существует. Палестинцами может управлять бывший террорист. Иначе у нетеррориста не хватит для этого авторитета. Бывших террористов не бывает. Точно так же, как чеченцами, кстати. Будет ли лучше, если обумазан уйдет? А никто этого не знает. В чем, как бы, для нас выгода в том, что обумазан находится на престоле, то, что мы его можем просчитать. Он столько лет уже в этой игре, он столько раз был проанализирован нашими спецслужбами. Но ему 81 год. Он вполне пока дееспособен в такого рода террористических авторитарных структурах. Жуководители выносят ногами вперед, либо их убивают их же бывшие друзья и союзники. То есть, мое предположение, сколько он сможет жить, он будет на этом посту, так он часть своих функций отдаст мне ближайшим помощникам. Будет общее жуководство только 100 тысяч лет. Израилю это выгодно, но не потому, что он такой хороший, а потому, что мы его можем просчитать. Когда придет какой-то молодой отморозок, от которого никто не будет знать, чего ждать, вот это будет на самом деле плохо. Да. Ситуация на Хромовой горе. Это тоже одна из самых болезненных точек Иерусалима. И у меня такой вопрос. Ведь на сегодняшний день Хромовая гора это та самая веревочка, за которую дернешь и дверь сразу откроется. То есть, достаточно небольшой провокации для того, чтобы весь исламский мир поднялся на дыбы и поддерживал, верил в абсолютно любую чушь. То есть, я не знаю, то, что Израиль собирается захватить Хромовую гору и снести мечеть Алякса, на мой взгляд, это чушь. Это одна из сказок Тысячи одной ночи, которыми до сих пор питается арабский мусульманский мир. На Хромовой горе существует некий статус-кво уже много лет, и никто со стороны Израиля этот статус-кво не пытается изменить. Но, с другой стороны, в любой момент, когда это нужно каким-нибудь террористам, Хромовая гора поднимает на уши весь мир. Может быть, проблема именно в этом статус-кво? Может, статус-кво неправильный? То, что ты мне сейчас сказал, это вписывается очень четко в ту теорию, которую я до этого изложил. Абумазну необходимо привлечь внимание к палестинской проблеме. И он точно знает, что самый лучший способ – это Хромовая гора. Ведь там, на самом деле, опять же, не десятки тысяч приходят туда и штурмуют его. Там баррикадируются в этих мечетях несколько десятков, может быть, пару сотен человек, которые, насколько я знаю, чуть ли не на жалование состоят, и не получают деньги за свою деятельность. Так что это целенаправленные провокации, цель которых нам известно – привлечь внимание мирового общественного мнения и, в первую очередь, арабского мира к тому, что вот Израиль такой злодей – дайте нам деньги, спасите спитое место. Но конкретный пункт, ботом лейн – дайте нам деньги. То, что Абумазну хочет и пока эти деньги не получат, он будет, видимо, продолжать такую деятельность. Ведь я хочу обратить внимание, что, скажем, на восстановление сектора АЗН обижали сколько? 6 миллиардов дали, 25 миллионов. То есть вот уровень падения от обещаний до реального, до дальних суток. То же самое, хотя газы не имеют сейчас отношения к автономии. Там тоже такой же процесс. Обещали всегда очень много, а будет на самом деле очень мало. Они не выживут, они не умеют работать, они не знают, как все это делать, им нужны деньги конкретные для того, чтобы жить. Эта цель обумазана. Но с другой стороны, вот в 67-м году, как только Израиль освободил Иерусалим, пришел военный комендант Иерусалима израильский, вручил вакфу, мусульманскому вакфу, ключи от Хромовой горы. Наоборот. Вакф пришел к Машедаяну, министру обороны, принес ему ключи, а Машедаян его отдал. На блюдечке с голубой каемочкой. Сегодня, по правилам, на Хромовой горе евреи не имеют право молиться, не имеют право принести с собой никакие ритуальные приспособления, там тфилин, например. Это все оскверняет святое место. Теперь мусульмане добиваются того запрета на вообще любое присутствие, какого бы то ни было неверного. То есть, там могут быть, находиться только мусульмане, причем никто за это их не называет ни расистами, ни... и так далее. То есть, это то, к чему они, в общем-то, стремятся. Так, еще раз я хочу задать тот же вопрос. Может быть, это мы сами виноваты? Может быть, это мы сами создали такой статус-кво, который теперь просто бьет нам по голове каждый раз? Без всякого сомнения. В значительной мере мы сами виноваты. Виноваты мы постепенно, шаг за шагом отступали, отступали, отступали. Если бы тогда, когда захватили, точнее, освободили Иерусалим, снесли бы мечеть релаксов, это прошло бы с криками, но не было бы мировой войны, поскольку арабы были в шоке от проигрыша. Мы постепенно отступали, отступали, отступали. А арабская ментальность всем известна. Я не могу себе представить, что мы бы снесли мечеть. Не могу себе представить. Либо были тогда такие бедеи, либо араб хозяин, либо он слуга. И когда он видит, что хозяин отступает, он думает, что он хозяин. Мы постоянно, все годы отступали, 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 отступали. Они наступали, они делали шажок с шажком. Они разрушали наши ценности, наши архиологические ценности под видом мечети. Мы молчали. Они вывозили сотнями чрезвиков, разрушая остатки первого, второго храма. Мы молчали. Они постепенно, арабские оккупанты, решили, что им можно все. И сегодня их остановить уже сложно. То есть наша вина в этом есть без всякого смения. Как вернуть это назад, это большой вопрос. Но что касается иудаизма, то есть мнение. Его, кстати, Жав, покойный Жав Горн изложил, что нельзя вообще Юрию подниматься на храмовую гору, поскольку мы точно не знаем, где находилось святых, куда заходить. Можно только после принятия миквы с пеплом красной коровы. Поэтому мы все ритуальные нечистые, мы не можем туда подняться. Ты хочешь спросить, а почему мусульманам можно? А у них нет понятия нечистоты. В иудаизме у нееврея нет понятия ритуальной нечистоты. Поэтому им это можно, нам нельзя. Поэтому был запрет на то, чтобы подниматься на храмовую гору. Последние годы есть экскурсии, которые идут вокруг, как бы по периметру храмовой горы, там, где точно не было спритания святых, даже этого мусульмане не хотят. Никто из евреев не заходит в этот золотой купол, никто не заходит в мечтательную акцию. Это сто процентов нельзя. Кроме спецназа. Кроме спецназа. А экскурсии ведут по периметру. Тоже они не хотят. И в этом виноваты во многом мы сами.